привет друзья конец августа открыта охота на боровую дичь все счастливые дернулись по лесам по барам счастливые охотники надежде наманить напищать рябчика добыть его и радостно с трофеем уйти домой они тут то было вот сейчас я вам расскажу немножко немножко теории как обычно перед началом значит вот именно в конце августа рябчики они на выводках и реагируют на манок они крайне нехотя то есть не подлетают в основном у них у самцов у петушков рябчика самцов еще не сформировалась так ну так скажем чувство борьбы за территории то есть им не за что бороться то есть ну да вы попищали самка или самцом без разницы ну да где-то может даже ответил хотя как правило сейчас они вообще молчат почему во первых тепло все таки вот сейчас вот конец августа стоят такие погоды теплые 25 23 27 даже градусов будет вообще жарко вот добыть рябочка сейчас очень крайне сложно и как правило вот по тем местам где вы допустим осенью успешно охотились вот вы проходитесь а там вообще тишина то есть но его просто нет он не отвечает он даже где-то не подлетает не подходит все как будто его тут и не было здесь есть некоторые факторы с которыми вот я уже по опыту столкнулся вот во первых я не знаю как у вас вот в регионах а у нас сама по себе охота вот центральной полосе особенно московской области ребята меня поймут кто московской области охотится у нас охота на рябчика она вообще сама по себе довольно непростая так как рябчика во первых не так много как скажем в той же вологодчине или где-то еще каких-то северных регионах это первое очень много грибников машины то есть ну вообще ему как бы живется здесь не так уж спокойно как хотелось бы первое второе это вот сейчас у нас август он очень засушливый месяц был дождей почти не было но были несколько гроз может быть две-три грозы за весь месяц это ничто и все сухо вот лес весь сухой то есть и при этом да я вот так уже сходил в лес посмотрел в общем-то и черники которые как бы скрасила бы отсутствие воды для рябчика ее тоже особо нету ну сейчас созрела брусника допустим да но черничники этот основная кормовая база сейчас рябчик поэтому рябчик уходит естественно туда где есть наличие воды какой-то ручей водоемчик я не знаю лужа бог с ней не знаю то есть там есть вода рябчики сейчас больше переместились в так скажем смешанные даже более лиственные леса где все-таки протекают какие-то ручьи круглогодичным то есть несмотря на засуху там где есть вода собственно вода для всего живого это самый основной ресурс и рябчик не исключение поэтому добыть рябчика вот именно сейчас это крайне сложно будет бывает что вот идешь вы подняли выводок уже счастливые где-то там подальше отошли чуть-чуть метров на 20-30 и начинаете манить а все и тишина они не подлетают ничего ну то есть это вот еще я уже говорил это еще фактор того что они еще но рябчик не созрел пока вот еще не холодно еще нет борьбы вот за квадрата за своим я приехал сейчас время у нас пять вечера до не утра вечера именно то есть смотрите пасмурно небо заволокло серой массы еще баба дождя не хватало но может быть к вечеру где небо высокое солнце где-то проглядывает нами дождя не будет в общем-то погода не не сказать что прям рябчиковая вечер вечером рябчик он хуже чем с утра реагирует засуха отсутствие черники в общем-то все говорит за то что мы рябчика сегодня с вами не добудем я вообще надежды иллюзии не питаю на этот счет основной моей задачей на сегодня будет это разведка тех мест я недалеко вот где он традиционно есть вот в этом бару куда я обычно приезжаю охотиться вот по баровой ну уже там в сентябре в октябре то есть фактически просто посмотреть по подниму выводок это уже большое счастье значит наличие просто его наличие определить хотя бы или куда он сместился есть ли он тут ну посмотреть опять же может где-то черника правда местами где-то наверное еще осталось то есть вот там вот его должна быть концентрация и отработать навыки манения то есть которые мы с вами немножко может быть растеряли за сезон вот пока охота была закрыта за весь год ну и собственно прогуляться по лесу подышать воздухом вот и все задачи ребят поэтому как бы не питая игру еще раз не питая особых иллюзий отправляемся с вами в путь буду вам показывать стараться больше у нас такая сегодня теоретическая часть так что вот вы не расстраивайтесь особенно те кто только начинает охотиться вот вы получили путевку счастливые побежали рябчик все боровая и нет его нету нету а летом летом при этом вот я в июле приезжал вот по этим местам такая рябчики между собой сами общались даже то есть манить даже не надо было они просто переговорили у нас с вами в запасе не более двух часов пока не будет темнеть да есть еще один это мне уже мой друг не миша вот охотник он подсказал но такой репчист молодец их его экспертом по рябчиком вообще называют потому что человек он действительно он не то что просто охотится он изучает их повадки так вот он посоветовал если действительно вот есть желание как бы хотя бы его увидеть там вот это надо очень рано поутру вставать пока еще даже солнце не взошло приезжать в лес и вот как только вы увидели хотя бы видите силуэты деревьев начинать манить в принципе без разницы самочкой или самцом но лучше наверно самкой это для них будет как клич некий призыв к построению то есть тогда рябчики с большим шансом слетятся и даже вам ответят вот тогда тогда на такой утренней зорьки вот как вы на утку приезжаете есть еще шансы добыть вот сейчас вот вечером нулевые практически на мой взгляд хотя я не я я не скажу что я опытный охотник на рябчика это ну опыт опыт друзья я его и хочу набраться вот хочу сейчас попробовать опровергая все вообще правила там какие-то писаные не писаные законы охоты на рябчика вот хочу сейчас просто выбраться и попробовать его поманить ну и посмотрим что из этого у нас с вами получится в путь друзья и не пуха сейчас друзья по такой дорожке пройдемся с вами ну брошены автомобильной грунтовки лесной они давно никто не есть потому что тут завала таки и там дальше выйдем на такое пересечение как бы пересечение лесов раз ну разделение будет такая деляночка с молодой посадкой с основничком вот еще в советское время сажали как была вырубка потом засадили слева такой вот густой бор будет и справа и в принципе оттуда с того сектора можно будет пробовать начинать манить тут я вам говорил что ветра нету так вдобавок сейчас еще и ветер поднялся ночью на облака серые серые облака причем солнце там запада значит ветер западный даже немножко северо-западный нет вру юго-западный ну да бог нет кто-то тут пытался может на квадриках давно еще вот ну поднимем если выводок вообще это как бы считаете задача минимум программу выполнена то что он тут был в прошлом году это железно вот рябина да вся сухая не намека вот в прошлом году висела кто-то там перелетел но это сороки сойки тут сороки трудно все это будет я так подозреваю начнем манить сейчас начнется тут тут вообще черничника нету вот я помню проходил там яма такая была чуть правее что ли там прям вода всегда стояла сейчас посмотрим вот она кстати это ям вообще воды нет не видно что она там влажная да вот тут ручеек был какой-то сейчас все вот высохла пожалуйста тут ручеек протекал сигнал так она на такой он взял текущий был пересох пересох этот родничок вот 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 там впереди ведь просвет вот это и есть такая это молодняк там не сосновник там березки смотрю в принципе где-то уже здесь можно начинать манить они любят сидеть на углах вот так вот рябчики но сейчас тихо-тихо принципе можно пытаться пробует вот здесь манить ну давайте начнем с петушка традиционно так маним петушком как у нас это получится нормально не растерял и никакие навыки звучно громко черт кто знает тому что ответит даже где-то выстрел но это далеко далеко это вот те самые карьеры мои ближние дачной карьеры ну вот вот тут тут брусника на брусника такая надо она уже созрел вот казалось бы да нет это вот подражают эти птички так не дайте самочкой как-то так главное вот это первый тур с нас напором а дальше как угодно можно вообще хоть даже нет нет тишина тишина ожидаем это было ожидаемо ну сейчас можно пойти туда заглубиться до чайку попить посидеть фитонцидами подышать вот он такой бор прям хороший брусника да видите как она красненькая прямо мелкой такая чё-то в этом в этом году что вообще все какой-то мелкой да почти созрела у меня бывало и покрупнее находил здесь мелкая вот она вся мелкая брусник это не основной рацион рябчика не кстати играл черника да ну вот чуть-чуть вот видите тут чуть-чуть даже осталось чего-то а так она все он пожухлая такая у нее практически нету не так вот все сухое ну видите друзья как я и говорю все предсказуемо было рябчик молчит тишина полная я просто еще никогда вечером на вечерке да не пробовал манить рябчика я не знаю сколько по времени это вообще может быть чуть позже подождать иду по лесу гуляю кстати противопожарный разрыв здесь все знакомые места и все сухо все вообще прям почва сухая все сухо лес весь сухой дятлы да дятлы всегда но это нормально не на самку не на самца рябчик не реагирует вообще давайте туда заглубимся вы да давайте пройдем по вот этому разрыву вот так идти удобнее чем сейчас там ветками трещать и тут менее шумно ну ветер такую небольшую в принципе для охоты на рябчика нормально услышать его можно просвета какие-то не дождя не будет вообще лес вообще молчит это мелкие птички там тик тик и все тишина вообще тихо будет собаку слышу уж прям свой голос даже как будто гром просто гром какой-то да вот так вот так друзья я вам очень советую посидеть и даже вот просто в лесу в тишине одному себя почувствовать и воздуху воздуху конечно бог с ним ну что ребят в принципе все это было ожидаемо полная тишина не ответа не не подходит даже просто не подлетает вот просто его нету вот просто его здесь нет я как бы я как бы не надеялся на чудо да но нет может быть конечно просто вот вечером вечером в августе нет наверное совсем не вариант друзья тем более я вам говорю засуха и здесь кормовой базы как таковой ну то есть то точнее воды основного ресурса нету поэтому рябчик куда-то ушел ну что будем ждать осень и тогда осень и я зато вышли попробовали я посмотрел убедился что его нету действительно все что сейчас охоты сейчас охота на рябчика пока с ней лучше в общем так скажем повременить пойду потихоньку ну буду по дороге манить ну вдруг мало ли там поднимется как-нибудь выводок ответят ну включимся заново а так вообще желаю всем большую удачи ни пуха ни пера выбирайтесь просто в лес вот так я сейчас выбрался погулять пройтись проверили разведочка такая вот и уже осенью мы с вами сюда обязательно вернемся я надеюсь рябчики уже будет нам отвечать с вами и так как же так сейчас финале я вот как раз под шум поезда то сюда самочкой а в другую сторону сейчас самцы и все пойду я в освоясь и друзья в общем ни пуха увидимся и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»